представляю вашему вниманию группа названием осу то что ты должен скачать попробовать и скорее всего она станет твоим наркотиком предыдущий видеоролик со своего канала об этой игре я удалил по той причине что это у меня с полнейшую ахинею я бы хотел реабилитироваться и здесь кратко рассказать вам о ней ос это бесплатно музыкальный ритм игра написанной языке си шар 2007 году разработчиком дин герберт под ником пеппи как правило игровой процесс включает себя несколько режимов основной из которых так называется стандарт режим как неудивительно основная цель стандартного режима как можно быстрее и точнее попасть по нотам появляющийся в такт музыки за что вам начисляются очки которые в конце суммируются и выдают вам результат также зависимости от того насколько точный рог попадал по нотам то есть его аккуратность в конце начисляется ранг все это суммируется и в совокупности дает вам performance points очки которыми и стоит хвастаться перед остальными осерами на данный момент у меня 1300 пипи и 90 процентов аккуратности для осера считается что все я уже подсел как правило в осу можно играть тремя разными способами это просто мышкой мышкой и клавиатурой и графическим планшетом и клавиатуры в первом же случае играя только на мышки ты далеко не уйдешь потому что ты банально не сможешь прожимать стримы стримы в понятии осеров это быстро прожатие нот во втором же случае игра на клавиатуре и мышки ты можешь читать себя полноценным осером но это не доходит до совершенства с сочетанием графического планшета и механической клавиатуры нет ни в коем случае мышка не хуже планшета просто на нем быстрее научиться и чего-то достичь и намного быстрее можно именно на планшете нежели на мышке сам я себе приобрел планшет спустя полгода игры в осу и все на мышку я больше не вернусь спасибо механическая клавиатура также может помочь лучше играть в осу но это не точно но в идеальности еще и моник где дохилища герц хочу заметить что осу это совсем не коммерческий проект то есть создатель не зарабатывает деньги на показе рекламы на продаже доната или чего-то подобного разработчик решил действовать по-другому зарабатывать и получать на жизни с продажи всяких толстовок наклеек на пожертвованиях самому разработчику большой респект ему за это ведь не каждый день встречаешь проект который не несет никакой прибыли имеет сплоченную и дружную аудиторию и такое большое количество поклонников и любителей подобного жанра игроки и аудитория сама сделала так аля ебашим под анимешную музыку и не любителям анимешников и аниме в целом не советую сюда суваться как вы уже наверное поняли карты создают сами люди выбирают куда песенки и расставляют слайдеры и ноты это значит что и ранее ограничивается фантазиями самих разработчиков любой энтузиаст может взять и создать свою карту под вашу любимую музыку а вы можете в это время благополучно в нее сырать и получить массу удовольствия от любимой песни также в осу помимо стандартного режима есть еще такие режимы как осу мания тайку и самый бесполезный режим это где надо фруктики ловить если вам надоело играть в оригинальную осу то можете поиграть в эти режимы либо же если у вас просто не получается вы можете развлечься в них тоже неплохо кстати на моем канале есть видос где обозревал графический планшет для игры в осу ссылка будет в описании посмотри может быть тебе понадобится он не знаю на этом я хочу закончить и все что я хочу чтобы вы хотя бы попробовали поиграть в осу уверен вас затянет и это станет вам неким наркотиком ссылка на скачивание и будет в описании также ссылка на мой твич-канал где будут проходить стримы по осу тоже будет в описании переходи и подписывайся спасибо за внимание пока а сейчас из твоих ушей потечет кровь ты захочешь подписаться лучше выпрыгни в окно моя девочка хентай подтекла уже давно на моем канале войны на твоем канале стыд лучше поставь кнопку лайк и иди смотреть я услышал где-то вопли это хейтеров был пис попросил со мною сэрф я ответил на грязь вниз хватит тратить мои нервы ты услышал этот а теперь лучше возьмите на канал подпишись